здравствуйте мои дорогие огородники и садоводы да и вообще все зрители нашего канала хочу вам похвастаться настало время сажать яровой чеснок и вот я стала отбирать значит зубки которые часть собрала зимой отламывала зубок который практически отходит у ярового и собирала его остальную луковичку съедали и несколько хороших больших луковиц отложила для того чтобы тоже взять их на семена это все хорошо но мне показалось мало я стала доставать свои сокрома вот такие вот банки мне две штуки думаю еще много чеснока до следующего сезона в любом случае мне хватит причем из же и озимый и яровой соответственно у нас озимый будет готов уже начале августа а на еду можно его и уже и в июле под вытащить вот я достала значит и думаю ну вот много наверно даже соседки предложить это у нее нет ярового яровой чеснок чем хорош он поздний вытаскивается поздно но и хранится хорошо то есть вот это вот без стрелки до яровая луковица и она видите да еще возможно на еду но это в не самый лучший пример но я вам покажу в этой вот этот зубок видите испортился вот а так он в общем то вот два даже в общем то абсолютно съедобный абсолютно нормальный чесночок так но что я обнаружила так я вам сейчас поживее пример приведу вот луковица чесноковина видите яровая хвостик мягкий стрелки не было этого чеснока поэтому хвостик мягкий можно определить и вот они какие луковица совсем не подвергаются ничему хорошо хранится а вот как вы видите а с димой вот у него стрелочка палочка у него твердая и я думаю какой хороший чеснок его нет понимаете все это как надувной шарик лежит это не будешь не есть ничего это только вот так аккуратно перекладываешь в пакет на выброс ну и что я сделала в общем я умудрилась перемешать чеснок яровой азимы и хранить их вместе и когда у меня стал высыхать и подгнивать уже а зимой чеснок он тем самым зацепил и яровой то есть вот это а зимой видите он воздушный будет вот это вот тоже лежит дутик а между ним яровой лежит который хороший вот эту банка еще грубо говоря не стыдно показать предыдущую всю практически я выбросила потому что он начал подгнивать этот воздушный вот шарик а зимой и тем самым зацепил гнилью яровой поэтому я мало того что остаюсь без особо без объема посадочного материала ярового чеснока так я еще себе и загубила в общем то что имела вот сейчас вот этих буду набирать раз у нас зашла такая с вами такой разговор чесноке я вам покажу мне есть видео как я зима еще сажаю и в общем то у меня очень хорошие а зима и яровой чеснок но снова же вот это неправильное хранение все правильно мы складываем в банке не закрывая ставим в сухое место наверх высушенный уже чеснок но ставим его раздельно и едим первый обязательно а зимой чеснок который стрелкуется и который самый ранний в августе месяце убираем этот же чеснок убираем в октябре и он не стрелкуется за все лето и он мельче но при этом гораздо лучше хранится и он яровой чеснок даст вам возможность до следующего озимого урожая быть со своим чесноком поэтому сажаем и яровой и озимый храним раздельно едим первый озимый потом яровой и не делаем как я вот смотрите яровая луковица если вы посмотрите на нее сверху не есть зуб который выступает вот я сажать его стараюсь то есть этот зуб он обычно самый большой и когда вы снимаете верхний слой он как будто видите уже отошел от своей луковицы вот и его я именно и беру на семена если не профукаю вот он но самый крупный зуб такой хороший и если хотите можно отрезать вот этот мягкий кончик сверху тогда ему будет легче пробиться но я этого не делаю мне просто нет времени на это вот если если у вас есть возможность и когда вы снимаете с него остальную шкурку вы увидите вот есть зубе которые как будто отошли от общей оболочки во первых используем только зубки первого ряда не серединок вот эти зубки тоже пойдут для посадки могут пойти но вот обязательно первый самый который практически вот бугром отошел сейчас я вам еще другую луковицу покажу я обязательно возьму сейчас я возьму уже и эти потому что у меня к сожалению вот с чесноком опять повезло вот смотрите это луковица да видите вот это лук вот это вот вот это она отходит прямо она сама как будто вот отскакивает но одной рукой мне неудобно вот она вот эту возьму обязательно остальные буду смотреть на что тоже достаточно крупные зубки и я вот в течение года то есть достаю допустим мировую чесноковинку я вот этого зуб зубок отламываю и кладу в отдельную баночку и все остальное могу все есть и тогда у меня этих зубков получается большое количество если я вижу что целая головку очень хорошие крупные мне там она чем-то нравится я могу ее все отложить то есть мы едим или серединки вот то что остается вот эту часть а это я возьму на посадку вот таким вот образом я собираю чтобы потом не все луковицу условно хранить до посадки потом оставаться без чеснока или сидеть там а вот эти серединки потом они не нужны будут дамы все это посадим а они останутся нет мы будем кушать всю зиму просто отламывая на посадку себе отдельно в отдельную баночку вот так вот бульбочки которые я собрала в этом году есть вот такого размера а есть вот такого я конечно буду вот эти сажать посажу всего два небольших рядка потому что как практика показывает в принципе этого вполне достаточно вот так я подготовила гряду так значит вот здесь я посажу двенадцать экспериментальных головок чеснока целыми головками пролила все лунки фитоспорином здесь будет обычная посадка в два яруса поэтому сделала углубление канавку и палкой буду делать глубокие ямки а вот тут поперек 4 у небольших полоски будет 2 бульбочек и 2 1 зубок тоже самых крупных выберу покажу какие из вот этих самых бульбочек которые посажу покрупнее да в следующем году получится вот такая 1 зубка маленький 1 зубчик из него в свою очередь вырастает вот такая четырех зубка вот ее как посадочный материал я буду использовать разделив на зубки и посадив в два яруса сравнение сейчас покажу обычную луковицу вот получается все стадии из вот такой 1 зубочки получается вот такая лук из этой бульбочки получается вот такая вот одна зубка на один год в следующий год получается за 1 зубки вот такой 4 зубка и из 4 зубки получаются уже вот такие луковицы вот а зимой чеснок стадии вот грядка чеснока в конец гряды который ниже всего я посадила головки целые это эксперимент специально обработанные потом расскажу как второй ряд 1 2 3 по 4 штуки в средний ряд это луковицы луковицы с 1 зубок которые выросли в этом году дальше по вот этому рядку и по вот этому сейчас буду сажать и в середине тоже обычные двухъярусные посадки зубками с 1 зубок выросшими которого четырех зубки получились новый посадочный материал использовать здесь живут и в начале гряды сделала 4 броски луковицы здравствуйте вот смотрите сажаем лук который мы сеяли семенами в улитке вот такую траншею я прокопала лопатой она на глубину примерно я не знаю но сантиметров 12 для чего для того чтобы максимально вертикально посадить разместить корень вот улитку я разрезала и чем она удобна тем что когда вы ее разматываете вы берете корешок один видите и у вас корневая система вниз прямо расположена очень удачно вот он лежит вот так видите я ее как будто вот распаковываю и по одному беру все листочки мы с вами подрезали сантиметров на 7 чтобы они длиной были для чего корневая система так или иначе все равно сейчас пострадает и ей тяжело будет вытянуть зеленую массу поэтому вот смотрите здесь в горшке я тоже ее подрезала видно видно вот отсюда будет вытряхнуть его сложнее так чтобы не повредить корень здесь тоже уже все подрезаны обрезки лука мы конечно же отдаем нашим курам как дальше делаю вот я взяла его за хвост вот я его вот так положила видите все и вот так я сейчас их разложу и буду присыпать землей предварительно эту лунку несмотря на то что сейчас еще первое мая мне нужно будет пролить водой потому что очень сухая земля для лука лук любит воду знаете сами луку поставить стакан с водой она будет у вас расти поэтому в личку мы с вами добавляем водичку такую феньку бутылка просто другая там марганцовка до достаточно серьезного цвета марганцовка разведена вот в воде этой водой я пролью эту борозду для чего для того чтобы предотвратить гниль корневую марганцовка в этом смысле помогает луку чесноку предотвращают корневую гниль особенно при посадке и при первости можно добавлять в воду но не очень сильно злоупотребляйте потому что черви дождевые не любят марганцовку как и любая микрофлора земли мы делаем это только сначала и только чтобы избежать корневой гнили больше ничего не делаем больше остальное поливаем водичкой витаминки если хотите разбавлять какахи лук чеснок это дело любит но у меня гряда напичкана так что мне не надо вот так мы сажаем лук из семян и видите какая получается луковичка она не то что прям луковичка но уже достаточно толстая ножка чтобы не загущать посадки если мы загустим при посеве лук то эта штучка будет такая былиночка тонюсенькая ее сажать вообще смысла особо не будет потому что у вас и луковица не вырастет сейчас я найду вот допустим когда вот здесь очень много их вот посмотрите вот видите фигня какая выше выросла ее можно не сажать и вот сравните с той который мы не загущая посадки посеяли видите толщина ножки уже какая ей будет легче приживаться когда она побольше и я не сажаю на гряду только такой лук я посажу сейчас ряд такого лука яровой чеснок ряд такого лука яровой чеснок когда я уберу этот лук у меня чеснок яровой останется еще в земле до октября месяца вот так я сажаю и в то же время гряда вот с такими былиночками у вас пол лета будет практически пустовать а чеснок яровой как раз и будет пользоваться светом который дают вот эти былиночки не закрывая ничего вот так вот все всего доброго вот такие вот былиночки посажены сверху еще раз немножко полила для того чтобы больше земля села и сверху обратно заграбливаем ту землю которую от гребли чтобы получилось примерно обратно ровная поверхность для того чтобы копать начинать следующий ряд копая снова вниз и в эту сторону отвал сажаю и засыпаю